Катушка, реактор, всё установлено в одном корпусе. То есть это, во-первых, экономит место, экономит обслуживание. Подстанция Никольская в Белгородском районе одна из самых современных в России. Студенты профильной специализации знакомятся с деталями цифровой трансформации подобных энергообъектов. Общаются, возможно, с будущими работодателями. Кто-то подбирает материал для своей дипломной работы, как, например, Никита Мазжаков. Он разрабатывает проект цифровой модернизации подстанции в Старом Осколе. И это для него образец уже реализованных решений. Я хочу произвести реконструкцию, то есть с упором на цифровизацию подстанции. И познакомиться ближе с протоколом МЭК-6185, это как раз таки протокол цифровизации. С каталогами оборудования ЭКРА, которые используются сейчас на Никольской. И некоторые другие фирмы тоже рассматривают для того, чтобы понять, какие будут более экономически выгодны, проще в управлении. Тема его диплома перекликается с задачами работодателя. На сайте профстажировки 2.0, который служит площадкой для обмена темами, предлагается решить кейс цифровая трансформация в электросетевом комплексе. Если работа студента станет лучше, его ждет стажировка на предприятии заказчики темы. Преподаватели вуза тоже заинтересованы в таком интернет-ресурсе. Намного облегчает задачу. Не приходится придумывать какие-то виртуальные объекты, пользоваться действующими, существующими. Иногда это очень полезно, когда разработка, выполненная студентами, затем оживает, находит применение на практике. На платформе профстажировки 2.0 сегодня 66 кейсов только от предприятий Белгородской области. Всего же более 4 тысяч кейсов от работодателей со всей страны. Тему охватывают самые разные направления обучения. До 15 января студенты могут выбрать кейс и выполнить задание, после чего ждать ответ, возможно, уже от будущего работодателя. Екатерина Ковалева, Валерий Ларьков. Такой день на Мире Белогорья. Субтитры создавал DimaTorzok